Вернулся в родной Ярославль, но по городу пока передвигается пешком, либо на автомобиле. Почти два месяца Евгений Блюднов не слезал со своего мотоцикла. Говорит, пусть немного отдохнет. А началась история большого путешествия в апреле в прямом эфире Первого Ярославского. Евгений Блюднов отправляется в путешествие. Почти за сто дней вместе с коллегой по страсти к мотоциклам Евгений обогнул земной шар. Хотя это путешествие нельзя назвать кругосветным на все сто процентов. В стороне остались Африка, Австралия и Южная Америка. Но впечатлений и эмоций из-за этого не убавилось. Знакомство с новыми людьми, встречи с друзьями, экскурсии и просто свобода. Вы вместе со мной повернетесь в ту сторону, и вы увидите ту самую знаменитую статую свободы. Свобода. Да, у меня Руслава. Ага. Аминь. Аминь. Спасибо. Привет России из Национального музея в Геннадии. Это было круто, это на всю жизнь. Наш вот этот опыт, ни в коем случае он не геройский какой-то, ничего мы там не преодоляли, да, то есть каких-то там глобальных трудностей. Но без форс-мажоров, конечно же, не обошлось. В вашингтонских пробках помогала русская песня, в проблемах с переправой через океан – самолеты. Если приглядеться к уменьшенной модели земного шара, то можно увидеть, что расстояние от Евразии до Северной Америки составляет почти 11 сантиметров. Казалось бы, это так близко. Но у ярославских байкеров путь от одного континента до другого занял почти двое суток. У нас возник форс-мажор, в Лондоне сломался самолет. В итоге мы вместо того, чтобы рейс из Лондона был в Чикаго, мы летели в Вашингтон. В Вашингтоне произошла там неполадка, состыковка рейсов. Мы в итоге остались там на ночь. Все приключения Евгений запечатлел в своем дневнике, делился эмоциями на страничках в социальных сетях. Количество лайков к записям зашкаливало. Ну а из Америки ярославцы отправились обратно в родные края. Часть путешествия по нашей стране – одна из самых эмоциональных. Евгений признается, что только после поездки понял, что главное богатство России – это люди. Посему говорит, что в гостях хорошо, даже отлично, но дома лучше. Иван Уваров, Владимир Чернов. День в событиях.